Татьяна Минакер 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 или что. И вы знаете, это всегда вот одни столбинеют все эти, так сказать, родители за climate change, за изменение климата. А потом я говорю, а в 70-е годы я могу показать, все журналы Newsweek, Times были заполнены угрожающими статьями, что наступает замерзание, что мы все замерзнем. Вот. Ну и что ж, замерзли? Нет, не замерзли. 72-й год, 70-й, 72-й год, поднимите статьи в архивах. Обложки журналов, мы идем к замерзанию, мы все замерзаем. Все будет покрыто льдом завтра. Где лед-то? Где лед? Нет льда. Понимаете? То есть психозы массовые, они, конечно, страшная вещь. А вспомните крестовый поход детей, тоже был массовый психоз, когда собирали детей и гнали их освобождать гроб Господень. Вы знаете, сколько детей погибло в этих крестовых походах? Причем они доехать-то не могли, дойти не могли до Иерусалима, там на кораблях где-то что-то, без присмотра родителей. Полное безумие, что родители отправляли своих детей освобождать гроб Господень. Понимаете? То есть предела сумасшествию нет. И вы знаете, в чем еще трагедия современности? Что массовые психозы распространяются мидия. Вот, например, когда сумасшедшая Грета Тунберг, она какая-нибудь появлялась юродивая в Италии, и она начинала что-то пророчествовать где-нибудь, особенно где-нибудь в самой нищей части Италии, где люди были абсолютно безграмотные и верили в чему угодно, она могла собрать вокруг себя, ну, в лучшем случае, там, 10 тысяч человек. В лучшем случае. И все на нее ходили, смотрели, и это был единственный, так сказать, такой духовный, духовный опыт какой-то, духовный момент в жизни людей, которые отрывались от своей земли, и вдруг они слышали какую-то юродивую, которая что-то такое безумно бормотала, и как будто им казалось, что у нее какая-то связь с небом есть. Вот сегодня вот такая безумная, так сказать, безумная юродивая – это Грета Тунберг. Только разница в том, что благодаря ее родителям, которые научились эксплуатировать ее талант, привлекать к себе внимание других юродивых, так сказать, более мелкого масштаба, значит, вот они научились на этом зарабатывать деньги, ее родители. Причем, вы знаете, что самое это смешное, когда она все это начала, думали, что ей лет 10-12, что-то. Ей тогда было 16 лет, это уже официально во всех странах возраст, когда позволяется замужество. Понимаете, когда в брак можно вступать. Проблема вся в том, что она была психованная анорексичка. А анорексики, я имела дело со своими, у меня были клиенты, у которых дети были анорексики. Обычно девочка 23 лет выглядит, как будто ей 13, что они не едят ничего, они не доедают хронически, и часто гибнут от этого. Это психическое заболевание страшное, с которым очень трудно бороться. Так вот, это Грета Тундерк, она анорексичка. Она выглядела, сегодня ей 18, она выглядит, как будто ей 14. Понимаете? И поэтому вот все думают, о, дитя, святое дитя, на нее снизошло с неба, на нее снизошло нечто такое, что нам всем непонятно, и мы должны ее слышать, потому что это Всевышний нам говорит. Ребята, еще один, так сказать, крестовый поход детей, вот и все. Вот она ведет освободать гроб Господень. Понимаете? Если ей дают трибуну где-нибудь на чуть ли не организации объединенных наций, то это значит, что этот массовый психоз распространяется через медиа. И вот это катастрофа сегодня. Потому что если раньше такой юродивый, сумасшедший мог, так сказать, одурить там и ввести в состояние психоза там 10 тысяч человек, то сегодня он, так сказать, сотни миллионов вводит через средства массовой информации, потому что люди, которые работают в медиа в основном, это люди, я даже вот, вы знаете, хочу выступить на Марк Левин, я уже тут выступала на его шоу, и объяснить всем, почему люди, которые работают в средствах массовой информации, вот такие американские, часто журналисты, корреспонденты, это часто люди, которые, ну скажем прямо, не самые удачливые в жизни. Понимаете? И вот их ненависть к Америке, их ненависть к реальности сегодняшней, поскольку справиться они с ней не могут, они не могут часто заработать себе на жизнь, вот они начинают вот эту атаку на сегодняшнюю реальность. Потому что, понимаете, когда, вот я смотрела очень интересно, есть, к сожалению, китайская киножурналистка, Лин, ее фамилия, если я не ошибаюсь, она делала документарис о разных людях, совершенно из разных, так сказать, областей американской жизни. И она вдруг поехала в Дакоту, в Южную Дакоту, где нашли нефть. И она там показывала, какие там люди работают. То есть, там вдруг взрыв, и там нашли нефть, огромные залежи нефти. И вот она там показывала 50-летнюю женщину, которая все бросила. Приехала туда, дали ей какой-то гигантский трак. Она зарабатывает 80 тысяч в год, или больше даже, там что-то такое, между 80-ми, там такие, как она зарабатывает очень большие деньги. Для необразованного, по большому счету, человека, не имеющего компьютерной специальности. И показано, сколько там таких людей, которые поняли, что они могут заработать, изменить свою жизнь. Она спит в кабине этого трака. Она одинока. Но она понимает, что вот сейчас она заработает и купит себе дом. Понимаете? И вот это совсем другой тип американцев. Они не думают о climate change, не собираются на истерические эти самые какие-то сборища. Понимаете? И вот это очень важный момент. Это раз. А второй важный момент. Мы должны понимать, вот вы знаете, я, к сожалению, живу в таком городе, или не знаю, может, это мое счастье, или что, где очень много психически больных людей. Это по большому счету, знаете, mental asylum на открытом воздухе. И когда я езжу по городу, вижу, как они себя ведут, как они двигаются, как они выкрикивают, бессмысленные крики какие-то. Вы знаете, мы, к сожалению, должны понять, что нормальных людей вообще очень мало. И мы должны ценить друг друга и переговариваться с друг с другом, и поддерживать друг друга. Потому что, когда мы окружены сумасшедшими, то они нам показывают на нас пальцем, говорят, вот он сумасшедший. И вы знаете, когда мы одиноки, а, к сожалению, сегодня очень многие республиканцы, люди, которые мыслят так, как я, так, как вы, они одиноки, они окружены часто в семьях, детьми с промытыми мозгами, там, инлоз, там, с другой стороны, там, я вот, у меня трагедия у всех моих друзей, у них у всех дети выходили замуж, дочери за левых каких-то, так сказать, ублюдков, там, вполне приличных людей, даже хороших, но у них абсолютно промыты мозги, у них у всех, это левая промывка, которая существовала в Америке, уже, не знаю, почти 50 лет, мы этого не знали, потому что работали очень много, и сейчас это трагедия, и они все, мы такие, как мы, мы одиноки, мы, нам затыкают рот, мы должны молчать, но мы должны говорить друг с другом, и понимать, что мы не одиноки, и что мы совершенно не одни. Вы знаете, у меня вчера на экскурсии был совершенно неожиданный турист, из Лос-Аламос, Нью-Мексико, это то место, где создавалась американская атомная бомба, вот, и вдруг этот человек мне произносит, ну, просто мой текст, он сидит рядом со мной в микроавтобусе, в мини-вене, я веду экскурсию, и вот в перерыве, он мне говорит, вы знаете, я приехал в Америку, у меня было такое чувство безопасности, такое чувство, вот, свободы, и вдруг это сейчас, это чувство безопасности, и свобода стала исчезать, потому что я понял, что я боюсь говорить, я боюсь оставить даже дом, то есть сейчас везде пошли грабежи по всей Америке, поскольку, так сказать, социально близкие коммунистам им сказали, что давай вперед, пожалуйста, можно грабить, и, вы знаете, я поняла, что мы должны, вы знаете, вот если бы он случайно не заговорил, я вообще обычно на экскурсиях политических разговоров не веду и не поощряю, но, вы знаете, вот он произнес этот текст, и я почувствовала, что вот я не одна, и есть люди, которые мыслят так же, как я, и это очень здорово, мы должны говорить, мы должны, так сказать, показывать другим, что мы такие, что мы мыслим, о чем мы думаем, как мы думаем, чтобы люди, которые так же мыслят, как мы, и думают, что они одиноки, поняли, что они не одиноки, вот, по поводу, это действительно, это действительно очень важно, то, о чем вы говорите, и, извините, что перебил, просто сразу у меня всплыло в памяти выступление некоторых родителей по поводу протест, по поводу внедрения в школы вот этой критической расовой теории, и это меня так вдохновило, что, ну, то есть я думал, ну, все, задавили нас, ничего, у нас, к сожалению, в штате родители, как бы, я не знаю почему, родители, ну, так, на кухнях, в эфире иногда высказываются, в соцсетях иногда, а вот так, чтобы прийти на собрание, и сказать, учительскому совету, что вы о них думаете, что вы думаете об этих теориях, о том, что происходит в школах, о том, как промывают мозги детям, что там у нас 158 тысяч разных полов, то есть кроме мужского и женского, еще там сотни разных, а вот последнее время в соцсетях, мелькают ролики, такие видеоролики, где родители, причем разные этнические группы, и афроамериканцы выступают, и белые, и китайцы, женщина была, китаянка, по поводу того, что выступали против внедрения в школу вот этой расовой теории, и они справедливо говорят о том, вы что, вы воспитываете ненависть, то есть вы доказываете, что если ребенок черный, то он обязательно жертва, то он обязательно жертва, а если ребенок белый, то он обязательно, так сказать, злодей изначально, потому что пигментация у него другая на коже, и вот это вселяет надежду, что все-таки стали звучать голоса протеста. Потрясающее выступление было Татьяны Ибрахим, вы знаете, вы, наверное, видели, оно прошло просто на ура везде, кроме того, Эндрю Гутерман, который письмо написал, забирая свою дочку из очень дорогой частной школы в Нью-Йорке, понимаете, конечно, это здорово, что пошла ответная реакция, но это какое-то время займет, именно родители должны понять, что они не одни, и вот для этого надо, конечно, это все просто поднимать и тиражировать, тиражировать и тиражировать. И по поводу вот этих сумасшедших я хотела сказать, вы помните, у нас был разговор по поводу Сан-Франциско и бездомных там, и сумасшедших, и я написала статью в газете «Кстати», редактором которой является Жанна Сундеева, вот посмотрите, пожалуйста, вы сейчас видите эту статью, вот сумасшедшие бездомные, я написала в этой статье, значит, я показываю также саму газету, это газета «Кстати», посмотрите, вот видите, да, у меня там очень много статей опубликовано, кстати, если вы хотите почитать, например, о последней речи, о речи Сталина перед подписанием акта Молотов-Риббентров, потом у меня там очень интересная статья «Ошибка Юлии Латыниной», в общем, потом статья про Дмитрия Быкова и его позорного, так сказать, отношения к эмиграции, к нашей, это, вы знаете, вы наберите «Кстати», 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 Сундеев, ее муж-поэт очень хороший, я хочу сказать, что наши радиослушатели знакомы, и вы знаете, она скала республиканская, сейчас она организует демонстрацию в пользу Израиля, в общем, это потрясающий человек, вы можете кликнуть на эту газету, заодно и поддержите их своими кликами, вот, я бы была очень рада за нее, возвращаясь к нашим другим разговорам, вот, по поводу расизма и так далее, 19 июня был введен новый национальный холидей, так сказать, праздник, это, конечно, будет, так сказать, очередной праздник для работников государственных, которые все равно не работают, и я думаю, что если они вообще все рабочие не сделают праздниками, то никто этого не заметит, у меня такое подозрение, вот, но, в принципе, это 19 июня, значит, это день прокламации, вот, освобождения от рабства 1865 год, и после этого пошла поправка, 13 поправка Конституции о запрете рабства, но, на самом деле, вот, для таких, как мы, таких, как я, 19 июня это день совершенно особенный, и почему я вам сейчас скажу, 19 июня на электрическом стуле была казина пара спионов Джулиус и Тель Розенберг, это были еврейские коммунисты, которые из чистого, вообще, коммунистического помешательства снабжали Советский Союз секретами, военными секретами, вот, кстати, вот, насчет Лос-Алламас, оттуда были секреты, и в том числе там целый ряд секретов, связанных с разработкой атомной бомбы, и вы знаете, это вообще, конечно, трагедия чудовищная с одной стороны, даже не только потому, что эти люди погибли, а трагедия в том, что, вот, огромное число американских евреев, две трети практически из них ушло в коммунистическую ересь от иудаизма, и вот, все, что происходило все эти годы, вы понимаете, это, вот, на самом деле результат, и то, что сегодня происходит, это результат вот этого еврейского ухода от религии, вы понимаете, какой интересный момент, что-то началось все, все, на самом деле на территории Российской империи, то есть, мы можем сегодня вспомнить визит московского раввина к Троцкому, который, так сказать, попросил там помощи от погромов, на что Троцкий сказал, что он не еврей, а коммунист, понимаете, вот этот момент сегодня для меня безумно интересен, потому что, как ни странно, вот, меня часто спрашивают на разных там, так сказать, сборищах, почему, и спрашивают часто не евреи, меня спрашивают, почему американские евреи так ненавидят Трампа, это, ну, не все, конечно, потому что есть невероятные протрамписты, есть группа американские евреи, евреи за Трампа, русские евреи за Трампа и так далее, но тем не менее, 60% как минимум из них люто его ненавидят и голосовали за Байдена, не потому что он такой уже красноречивый, здоровый, умный, красавец, а просто только, чтобы не Трамп, они бы и за обезьяну голосовали, только, чтобы Трампа не было, и вот эта дикая лютая ненависть к Трампу, это безумно интересный феномен, потому что он, как ни странно, вот это мало кто понимает, из тех, кто приехал сюда, вот как мы приехали в 70-е, 80-е, 90-е годы, те, кто не жили здесь, не родился здесь, нам очень трудно это понять, потому что мы не присутствовали при этой чудовищной трагедии казни Розенбергов, наши родители при этом не присутствовали, вот это то, что невероятный момент, он невероятно разделяет российское и американское еврейство, и вот это, об этом бы я хотела сегодня поговорить, потому что я встречалась с сыном Розенбергов, такой Роберт Мерпол, он был усыновлен, взял другую фамилию, это совершенно отдельная песня, я написала об этом статью в Jerusalem Post, которая называется Donald Trump and two Jews, о двух евреях, которые, так сказать, имели отношение к Трампу, и вот начнем мы сегодня с первого, это был Рой Кон, вы знаете, почему вот это связано с трагедией казни Розенбергов, дело в том, что Рой Кон, он был ментором Трампа, это был человек, с которым Трамп был связан неразрывно, его называли второе я Трампа, и это был человек, который его воспитывал, это был человек, с которым он просто не разлей вода 13 лет, это был человек, который перед смертью сделал последний звонок, это был звонок Трампу, и который говорил всегда, про которого Трамп всегда говорил, что вот всему у него научился, я вам сейчас это покажу, вот я хочу вам показать фотографию этого Роя Кона, вот он сидит в своей роскошной квартире, вы видите ее, да, фотографии? Да, да, да. Вот, он сидит в своей роскошной квартире со своим портретом рядом с молодым Трампом. Причем, как Рой Кон пришел к Трампу? Дело в том, что у отца Трампа, да, еще раз, что такое Рой Кон? Рой Кон был внуком невероятно богатого человека, это был, так сказать, игрушечный фабрикант, он был обожаемым, единственным сыном матери, которая, то, что называется, даже в летний лагерь с ним ездила, и жила с ним до своей смерти. Он был продиджей, он закончил университет в 19 лет, он был юристом, и он стал, в общем-то, одним из самых таких видных юристов, вокруг которых собирались все знаменитости в Нью-Йорке. Но это было, так сказать, до этого он был юристом Фреда Трампа от отца Дональда Трампа. И первое, что он для него сделал, это был очень интересный момент, когда у Фреда Трампа были 39, он был лендлорд, колоссальный лендлорд, у него было 39 проперти с Нью-Йорка, и вот его судили за дискриминацию. И на что Рой его спросил, что делать вообще в этой ситуации, он говорит, значит, пошли их подальше, суди их, так сказать, контр, сделай контр-лоус-юд, то есть, суди их сам. И то, как он себя повел вот в этом, в этом, так сказать, судебном процессе, настолько восхитило Трампа, что он его взял к себе, от отца забрал его к себе. Рой Конст стал его постоянным юристом, его луэром. так называемым. И вы знаете, что, еще раз я говорю, что про Роя говорили, что он второе я Трампа. И вот этот еврейский луэр, как это не смешно, самое главное, мы забыли сказать, что он и был тем человеком, который посадил на электрический стул Итель и Джулиас Розенбергов. Он был правой рукой Маккарти во время этих всех так называемых вичхантов, или как охота на ведьм, который по сегодняшний день многие американские евреи считают охотой на ведьм, что не было никакой угрозы коммунизма, ее не было. И все, что вытворял Маккарти, это вообще было просто желание уничтожить евреев, и делал он это руками этого Роя Кона. Роя Кона был правой рукой Маккарти, более того, он был человеком, который настоял, там можно было избежать этой казни, но он был человеком, который настоял на том, чтобы эту пару шпионов-коммунистов, чтобы их казнили. И вот этот момент, вы понимаете, как была разделена Америка, еврейская Америка, вместе с ней вся Америка, потому что даже сегодня очень многих в фильмах вспоминают вот это время, которое, вы знаете, вряд ли вот так много было ситуаций, вообще вот Этель Этель Розенбе была единственной женщиной в Америке, которая была казнена не за убийство, потому что там были не случаи, там, где были казни женщин за убийство мужей, любовников и даже детей, но вот это был единственный случай, когда женщину казнили. И, вы знаете, Америка была вся разделена. И вот тут это очень интересный момент, который мы должны понять, прежде чем видеть этот конфликт и ту ситуацию, которую сложили, казнили как раз в день этот Джун Тин 19 июня 1953 года. И, вы знаете, вся Америка была разделена, и вот вы должны это понять. Значит, мы уже говорили, я прошу прощения, если где-то в чем-то я постараюсь, что вот евреи, которые приехали сюда, значит, сначала это была волна из Германии, это были 840-е годы, золотая лихорадка и так далее. Потом, когда российские евреи стали приезжать после убийства Александра II в 1881 году, то американские евреи уже были такие, так сказать, устроенные, такие благополучные, что они даже вообще, так сказать, смотрели на русских евреев, как на низший класс, и даже между ними в течение там чуть ли не 40 лет не было даже браков, настолько это были разные, так сказать, entities. Потом начался приезд самый мощный, это погром 1903-1905 годов, огромная волна евреев из Российской империи. И, конечно, уже вот эта волна из Российской империи, огромная, она была невероятно заражена коммунизмом и его первой ступенью социализма. Вот посмотрите на Берни Сэндерс, вот классический пример. Это сын вот такого польского еврея, который приехал в те времена как раз. Полностью зараженный коммунизмом, профсоюзник его отец был и так далее, и так далее. Посмотрите, что он воспитал. И уже многие евреи в те времена были настолько заражены, будем так говорить, коммунизмом социализмом, а это ведь идет с атеизмом, что поверхность, вот эта гавань вся около Элис-Айленд, где вот эта статуя свободы, там просто плавали талисы, вот эти религиозные накидки евреев, в которых они молятся. Они выбрасывали их, думая начать новую жизнь. Да, евреи были опрессы, они были задавлены в Российской империи, чудовищно задавлены, жили в черте оседлости, нищета была сумасшедшая абсолютно. И, конечно, они бредили о равенстве, о равных возможностях. Вот они стремились к равенству, и понятно, что коммунизм, который это равенство им обещал, это было светлое будущее, если не всего человечества, то для них-то точно. Именно поэтому они так тянулись ко всей этой коммунистической идее. И если еще 20-е годы были годами невероятного расцвета, их называли, так сказать, рокинг, совершенно как рок какой-то был, в хорошем смысле я имею в виду, как танец, это было время невероятного экономического расцвета, это было время, когда Европа была разрушена Первой мировой войной, и американцы начали восстанавливать, и безумно хорошо на этом заработали, когда американский доллар поднялся в цене так, что какие-то нищие писатели могли ехать и жить прекрасно в Париже на совсем маленькие американские деньги, потому что там была такая уже нищета после войны, что можно было, американский доллар стоил безумно дорого, и в общем-то промышленность поднялась невероятно, начала строиться военная промышленность, то есть вот это были годы невероятного расцвета, но это все остановилось 29 октября, в октябре 29 года рухнула биржа и началась Великая Депрессия. Ну, надо отдать должное, сказать пару слов еще, что многие сегодня экономисты и тогда уже говорили, что если бы не начали выступать, так сказать, если бы правительство не делало то, что оно делало, Рузвельт пришел к власти, то, что оно делало, чтобы как бы помочь, то Великая Депрессия закончилась бы гораздо раньше, но вот, к сожалению, началась Великая Депрессия, это было чудовищное время в Америке, я разговаривала с людьми, которые от нее бежали, многие бежали в Аризону, потому что продав за 100 долларов машину в Нью-Йорке, в Аризоне можно было на эти деньги прожить целый год, скажем так, бежали в дешевые Штаты, чтобы выжить, то есть, ну, вы знаете, глаза у людей, переживших депрессию, мне напоминали глаза ленинградцев, которые пережили блокаду, когда они рассказывали о блокаде, то есть, действительно, было чудовищно тяжелое время, и вот тут, конечно, те евреи, которые, так сказать, были заражены коммунизмом, у них началось это все, началось, ну, будем так говорить, обострение этой болезни, скажем так, невероятное, потому что вот здесь безработица, люди стоят в очередях за бесплатной едой, по стране движутся армии безработных, вы все читали, наверное, книгу «Грозди гнева» Стейнбека, где там грузовики с фермерами разорившимися, они, правда, грузовики имели, чего во всем мире никто не имел, но, тем не менее, они были разорены, они двигались в Калифорнию, где можно было работать и как-то жить, и какой-то шанс был лучше выжить, вот, и надо сказать, что в чудовищное время и тут газета «Нью-Йорк Таймс», печатает совершенно фантастические отчеты вот этого Волтера Дюрантия, который сидит в Москве, а он был директором бюро, директором бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве, ему подсунули красивую русскую женщину, из него сделали просто сталинскую марионетку, и все, что сталинское правительство хотело, он все докладывал «Нью-Йорк Таймс», и вот он стал, этот Волтер Дюрантик, кстати говоря, ему дали полицейский приз за журнализм, жизнь штука несправедливая, вот он заполнял, и не только он, целый ряд таких, как он работал, и вообще, так сказать, половина писателей Европы в тот момент тоже были заражены коммунизмом, и когда они приезжали в Советский Союз, им устраивали потемкинские деревни, устраивали то, что устроили Сандерсу, когда он приехал на свой медовый месяц, и вот представляете себе, что идет этот, значит, идет этот поток пропаганда о том, какой рай Советский Союз, какой там вашу мать коммунизм, какой там вашу мать коммунизм, какое счастье, а самое главное, что совершенно чистая правда, в Советском Союзе не было безработицы, более того, там заставляли работать те, кто не хотел. Возвращаемся в программу Татьяна Минакер экскурсия в новую реальность, и нам сегодня повезло, Татьяна, есть лишних там минут 15, после вершины часа мы еще сможем продолжить наш разговор. Вот, так я хотела вернуться к тому, что вернуться к этому процессу, и вот тут начинается от Великая Депрессия, и с одной стороны, действительно экономика ужасная, масса безработных связана с этим там нищета и так далее, а с другой стороны, пропаганда советская работала как, вы знаете, первое, с чего все начиналось, это была советская пропаганда. Работали коммунисты, которых в Америке было, которые считали, что это надо нести людям. Понимаете, это, коммунизм, это ведь религия, по большому счету, это квазирелигия вместе со всеми идеалами рая и так далее. Ад для них это капитализм, а коммунизм это рай, рай построенный на земле. И вот они решили, что этот рай уже построен, что он строится, вот как, что рай строится. И вот в этот рай надо немедленно, как говорится, идти или строить его здесь. Значит, ну, самые такие рьяные, как вы помните, мы уже тоже говорили на эту тему, они собрались где-то в начале 30-х годов, несколько кораблей, там их были десятки тысяч американских евреев, коммунистов, в основном, еще просто каких-то коммунистов, и они поехали в Советский Союз строить там коммунизм. Закончили, как вы знаете, они трагически все, мужчин в основном расстреляли через какое-то время, а женщины, кто в Казахстане выжил, кто в Сибири, многие вернулись потом в Москву, а потом, когда началась еврейская обратная эмиграция 70-х годов, они уже по еврейской линии, под настояние своих детей, часто родившихся в России, уже выезжали обратно в Америку, и, как я говорю, целовали тротуары в Бруклине. Но, напомню, еще прекрасная книга на эту тему написана, Санна Красиков, Де Пейтриотс, она сама американка, и она 10 лет писала эту книгу, интервьюеры тысячи людей, которых еще тогда были живы, лет 20 назад они еще были живы. Так вот, это первая часть. А остальные, которые никуда не поехали, вот такие, как эти Розенберги, они, я тоже могу их понять где-то, потому что, вот представьте себе, началась война, и хотя даже та же Нью-Йорк Таймс врала до последнего момента, будучи чуть ли не на стороне фашистов о том, что происходило в Варшавском гетто, об этом никто не говорил, чуть ли не до 44-го года, то есть, и вдруг вся эта информация взрывается, возрывается информация о Холокасте, Эйзенхаур привозит два самолета фотокинокорреспондентов в те лагеря типа Дахау и Бухенвальд, которые американские войска освобождали, они снимали все эти ужасы, эти трупы, эти инструменты пыточные, и все, и, конечно, все это, вы знаете, плюс к этому ведь те американские евреи, которые сюда, в Америку приехали, скажем, даже в 905-м году, они еще, особенно те, у кого в Польше жили родственники, ведь очень, Польша же была самостоятельным государством, и она могла, они переписывались до 1939-го года, они имели, даже ездили друг к Дугу как-то, и они имели связь с этими польскими родственниками, они вдруг понимают, что вся их польско-еврейская семья убита, расстреляна, сожжена в Треблинке, идут процессы, и, вы понимаете, на американской евреи это произвело чудовищное, совершенно справедливое впечатление, понимаете, один из евреев, узнав, что случилось с его семьей, он просто в Сан-Франциско пошел, бросился с Мастера Golden Gate Bridge, он не мог этого пережить, понимаете, и вот получается такое разделение, что с одной стороны чудовищный фашизм, а с другой стороны рыцарь на белом коне, это красная армия, которая всех спасает, которая борется с этим фашизмом, защищает евреев, дает им право жить, вот этот момент, вот тут надо остановиться, они ведь не знали, что Сталин начал Вторую мировую войну, они не знали, что он отправил вон делегацию Франции и Англии, которая ему предлагала до 1939 года объединиться против Гитлера, они не слышали его речи к Политбюро, который он произнес перед подписанием пакта Болотова-Риббентропа о том, что нам нужна эта война, эта речь сейчас везде напечатана, ее все читают, нам нужна эта война, если Гитлер не начнет войну с Польшей, то вообще войны не будет, он хотел войну, он хотел войну, чтобы войти в Европу, он получил ее, он не вошел, он завоевал Европу, понимаете, все произошло, ну подумай, что погибло там 60 миллионов человек, кто считает, Сталин сам говорил, что жизнь, гибель одного человека это трагедия, а гибель миллионов это статистика, для него это была статистика, понимаете, и что происходило, что вот в этот момент американские евреи всего-то не знали, то есть для них было противостояние, вот с одной стороны, как и для нас, для нас ведь это тоже было противостояние, это был фашизм, это был полный ужас, немцы, а с другой стороны светлое будущее человечества, коммунизм, и все слышали слова Хрущева, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, мы уже выросли с этими словами, понимаете, и вот тут сидят американские евреи, которые, так сказать, где-то могли встречаться вполне с антисемитизмом в Америке тоже, потому что иранцы были настроены довольно антисемитски, и среди протестантов тоже были, так сказать, люди, которые не всегда, так сказать, сильно любили евреев, но, понимаете, не было такого дикого массового антисемитизма, как он был в России, я уже не говорю про Польшу, но вопрос другой, другой в том, что они видели в коммунизме равенство, они видели в коммунизме наконец избавление вот этого опрешина, страха быть оплеванным, страха быть униженным и так далее, и так далее, и вот вдруг появляется возможность, кто-то подходит и появляется возможность, и они видят вот в этом Советском Союзе светлый, сияющий рай, они же ничего не знали, они ничего не знали ни о лагерях, и главное, что и слышать не хотели. Не хотели слышать, потому что уже в 46-м году приехал Марголин, такой был человек, польский еврей, отсидевший в советских лагерях, с книгой об этих лагерях. На него плевали, и никто его слышать не хотел. И более того, все, что приходило оттуда негативное, все замалчивалось, дотаптывалось, запихивалось под ковер. Вот он, сияющий образ коммуниста советского, который пришел и освободил евреев из концлагеря. Вот такая ментальность у них была. Понимаете? И они, естественно, вот для них это было, естественно, какой-то момент, что Советский Союз, вот это защитник, он прекрасный, это рай, там равенство, там все работают. Они же не понимали, для них слово работа, вы понимаете, в чем ужас? Вот что еще очень страшно для американского мышления? Для американского мышления слово работа связано с деньгами, за нее платят. Понимаете, вы можете купить одежду, вы можете купить обувь, вы можете купить еду, вы можете снять квартиру, или даже купить квартиру, или даже купить дом, и жить в нем. И садик имеете, если вы работаете, вы все это можете. Они не понимали, что в Советском Союзе слово работа это не означало. Она не означала невозможность купить одежду, невозможность купить обувь нормальную, невозможность купить еду нормальную. Я уже не говорю про жилье. Понимаете? Люди в бараках жили до буквально там 80-х годов. Я видела уже, я в 2005 году ездила в Ленинград, там до сих пор в коммунальных квартирах. Я была в своем собственном доме, где я выросла. Там до сих пор из коммунальных квартир выходили те же самые люди, которые выходили при мне 20 лет назад. Понимаете? Но американцы-то этого не понимали. Они думали, что если все работают, это значит, что все имеют все. Вот в чем весь ужас. Они не понимали, что можно работать и ничего не получать. У них это в голову не приходило. Понимаете? И поэтому почему я сейчас адвоката дьявола разыгрываю, потому что я здесь могу что-то сказать в оправдании этих розенбергов, которые хотели победы коммунизма и Советского Союза, потому что это работа, все сыты, у всех есть жилье, все одеты, все замечательно. И это светлое будущее, и это равенство. Без антисемитизма. Они ведь не знали, что в том же 1953 году, в котором их посадят на электрический стол, уже все евреи Ленинграда и Москвы были уволены с работы. Это было за несколько недель до смерти Сталина. И что стояли уже эти самые вагоны, причем вагоны для скота, те самые, которых перевозили немецких военнопленных до этого. Для того, чтобы депортировать евреев в Сибирь, в Сибирь. Понимаете? Я сейчас забыла, как это место, где уже были бараки построены. Есть на эту тему фильм Вагсбергов очень хороший об этом всем. Вы понимаете? И я могу вам сказать, что были убиты все еврейские поэты. Был закрыт журнал Советиш Гейм. Еврейский язык был вообще запрещен. Когда моя бабушка с мамой разговаривали на Эдиш, они боялись, что кто-то услышит. Понимаете? И, в общем-то, практически евреев только не плевали. Да и плевали в трамваях. Понимаете? В тот момент. Это был такой взрыв антисемитизма. Причем он инспирировался газетами. Я была маленьким ребенком, как не смешно, но я помню, когда ты проходил мимо газеты, там стояли люди, газеты тоже было место, где люди обсуждали, вот, и слышали проклятые жиды, там все такое. То есть, понимаете, они думали, что нет антисемитизма в Советском Союзе, потому что это была основная тема советской пропаганды, рассчитанной на Америку. Эта пропаганда доходила, как она и сегодня доходит. Понимаете? Вот в чем все дело. Что пропаганда всегда была пропагандой, и там всегда работали люди, причем очень хорошо зарабатывали на этом. Понимаете? И что могу сказать? Что можно здесь немножко понять этих, так сказать, Розенбергов, которые думали, что вот они служат светлому будущему человечеству. Они оба были коммунистами, муж и жена. И, ну, там целая семья была, там, собственно, в этом Лос-Аламасе, из которого приехал мой турист, и где делали американскую бомбу, работал этот Грин Глаз, Дов Грин Глаз, это был брат жены Розенберга. Там же участие принимала его жена, и там еще Собел была, там целая группа была людей, которые занимались передачей этих военных секретов. И мне не нужно, чтобы мне объяснять, что эти секреты очень помогли в военной системе, так сказать, и у меня дядя-физик, который, так сказать, работал в Шарашке в те годы. Он был арестован в 1946 году и ровно 10 лет отсидел. Потом его реабилитировали, естественно, как всех остальных, так же, как и Королев сидел в Шарашке. Надо сказать, что он говорил, что благодаря вот этой информации они были избавлены от огромного количества экспериментов и опытов, потому что эти опыты сделали за них американцы. И что вам сказать? Действительно, трагедия, потому что она была мать, это Итель Розенберг, была матерью двух детей маленьких. И вот вы знаете, эти дети были там впоследствии усыновлены, об этом я еще отдельно буду поговорить. Но вопрос в том, что вот этот момент разделения Америки, Америка разделилась. Когда начался процесс Розенбергов, Америка разделилась. И вот Рой Кон, он был как раз правой рукой Маккарти, вот этого гонителя коммунистов. И он добился того, чтобы их посадили на электрический стул. Он был прокурором на этом процессе, и это его, так сказать, и американские евреи ему этого простить не могли. Почему? Потому что в этот момент, вот учитывая эту интеллектуальную обстановку, вот евреи, которые считали, что фашизм и антикоммунизм – это одно и то же, и смотрели на антикоммунизм, как на антисемитизм. Вот они его воспринимали, как угрозу самим себе. Они воспринимали антикоммунизм, как антисемитизм, потому что они были коммунистами. Вот в чем тебя беда были. Но не все. Рой, он коммунистом не был. Он был как раз совсем наоборот. Он был не только антикоммунистом, он был невероятным патриотом Америки. И один из его биографов пишет, что обычно он в баре, когда напевался, он прежде чем «Гад Блес Америка», эту песню, написанную тоже евреем, Эрвеном Берлином, он вообще из бара не выходил. Значит, три раза он должен был спеть эту песню «Гад Блес Америка», и после этого он шел домой спать. И вот этот человек, этот Рой Кон, который на этих всех процессах Маккарти, по сегодняшний день, я вот только сейчас читала статью в «Венити Фейр» в журнале, они пишут, что это все был Вич Хан, что коммунисты никакой угрозы не представляли, что все было замечательно. Послушайте еще раз видео Юрия Безменова, который абсолютно этого когибистского, так сказать, человека, который из КГБ, который удрал в 1982 году, и очень четко все расписал, что делает КГБ, и что делает коммунистическая пропаганда для того, чтобы деморализовать Америку. И это то, о чем говорил Рой Кон. Он говорил во время этих процессов, после процессов над коммунистами, он очень четко все сказал, что единственное, что я могу четко понять, и это должны все понять, что коммунистическая партия, это не политическая партия, это криминальный заговор. И их задача, это уничтожение, это свержение американского правительства с путем сабверсии или путем силы, и что основная работа коммунистической партии в Америке, это шпионаж в пользу Советского Союза и доставка им любой информации, которую можно достать. И это то, чем занимались Розенберги, к сожалению, потому что они верили в коммунизм. Вот это была их, так сказать, работа. И возвращаясь, опять же, к этому Ройкону. Почему мы опять о нем говорим и как это связано с Трампом? Он, значит, после того, что заканчивается его работа с Маккарти, он начинает работать с отцом Трампа и он ухитряется, вот этот суд, который на Трампа, на Фреда Трампа, на отца Трампа, его обвиняют в дискриминации, что он не хотел черных селить в апартменты, которые ему принадлежали в Нью-Йорке. И, вы знаете, Ройкон выигрывает это дело. Он доказывает, что там, ну, во всяком случае, вины на них не повесили. И вот это была стратегия, когда уже Трамп взял Ройкона как своего юриста, это была стратегия, которую он научил Трампа, и которой Трамп следовал всю свою жизнь, и мы сами это, с вами можем это наблюдать. Значит, никогда не сеттл, никогда не договаривайся, никогда не сдавайся. Это первое. Это три пункта. Второе. Counter-attack. То есть, атакуй против сразу. Сразу начинай судить против и атаковать против. То есть, тебя судят за что-то, ты суди их немедленно, и немедленно их атакуй. И третье. Неважно, что случилось, и как глубоко в грязь ты попал. Объявляй победу, и никогда, никогда не принимай поражение, не объявляй поражение, и не говори, что я потерпел поражение. Вот эта стратегия, это стратегия Роякона, и этой стратегии он научил Трампа. И мы с вами наблюдали, что Трамп все три пункта выполняет безукоризненно. Когда у него начались все эти проблемы с его, там, предающими его людьми, а он бегал по Белому дому, люди говорили, и кричал, где мой Роякон, где мой Роякон, Роякон уже умер к тому времени. И вы знаете, сам Трамп писал, что самое главное у Роякона это была невероятная преданность, лоялти, и преданность была невероятная. Если он был предан человеку, он был предан невероятно Трампу. Вы знаете, и возвращаясь, вот третье, о чем я хотела рассказать уже, я хотела рассказать о своей встрече с сыном и внучкой Розенбергов, вот этих, которых казнили на электрическом стуле. Несколько лет назад я написала об этом статью в Джерузолимпос, которая называлась Доналд Трамп и Ту Джерузолимпос. Вот второй джерузол, второй еврей, это как раз был Роберт Мэр Пола. О первом еврее Рой Коннер я рассказала. А второй, это был Роберт Мэр Пол, это был сын вот этих Розенбергов, которых казнили на электрическом стуле. Вы знаете, это была потрясающая, интересная встреча, именно потому, что я увидела, вы знаете, абсолютная ублюдочность, абсолютное ничтожество леволиберального еврейства, потому что там, это было в Марин, графство Марин, это самое леволиберальное графство в Калифорнии, вот, там собрались слушать его, вы знаете, такие вот, знаете, люди, которые вот, знаете, коммунисты, троскисты, хиписты, еще живущие, и они смотрели на него как на сына мучеников, как на такую, знаете, мелкую селебрити, а он абсолютное ничтожество, он тоже юрист, но он никогда не зарабатывал деньги своей прямой профессией, он организовал фонд помощи детям, там, заключенных каких-то, там, детям профсоюзных работников в разных странах, в общем, фонд помощи каким-то там детям, при этом, когда я его спросила, а где помощь детям израильтян, убитых в террористических актах, почему вы им не хотите помогать, он говорит, мы не помогаем иностранцам, я тут же вспомнила ответ Троцкого, Равину Московскому, я не еврей, я коммунист, вот он как раз не еврей, а коммунист, и не просто коммунист, а как все коммунисты обычно, он заканчивает ненавистью к Израилю, посмотрите на Бёрни Сандерса, это всегда одно и то же, это всегда приходит к ненависти к Израилю, потому что Израиль, это святое для евреев, а они уже не евреи, они коммунисты, это совершенно другая порода людей, понимаете, и вот встреча с ним была, была невероятно интересна, потому что, во-первых, он был настолько бездарен, как оратор, понимаете, юрист должен быть оратором, если он не может говорить на суде, ему там нечего делать, ему надо идти работать поваром, там, слесарем, кем угодно, где не надо открывать рот, этот человек говорить не мог, там все сдохли со скуки на третьей минуте, там даже преданные, так сказать, преданные троскисты начали уходить постепенно куда-то там, в туалет, и потом никогда не появлялись, второе, это было уже время, когда Венона Проджект был опубликован, то есть были деклассифицированы, секретные все документы, связанные с шпионской деятельностью, записи разговоров, да, да, они были шпионами, хотя большинство в тот период, я вам говорила, что Америка разделилась, и многие считали, что их просто чуть ли не из-за антисемитизма на электрические стопы заняли, что шпионами они не были, или нет, они были шпионами, и более того, был Венона Проджект опубликован, и генерал Судоплатов, КГБ генерал, он на смертном одре признался, что он их вел, и в мемуарах своих об этом написал, и более того, значит, в 2008 году, 91 год, Мортон Собел, который сидел по этому делу, а сидел, знаете, где до закрытия тюрьмы Элькатрас, Сан-Франциско, он сидел там, где сидели самые опасные федеральные преступники, вот он там сидел, так вот, он признался, что да, мы были шпионами, мы шпионили, и так далее, и когда я подошла к этому Роберту Мейерполу, почему он, Мейерпол, его усыновили, его усыновила голливудская пара, такая там, потому что родственники, никто не хотел этих детей брать после казни, они боялись вообще, вы понимаете, опять же, я сказала, что американские евреи разделились, и все, далеко не все, поддерживали коммунистические взгляды, семьи, вот этих, розенбергов, далеко не все, вы понимаете, возьмите ту же семью Майкла Сэвиджа, там, скажем, у отца, там, вот такие, у которых какой-то был свой бизнес, и так далее, такие люди смотрели с ужасом на розенбергов, смотрели с ужасом на эту коммунистическую идеологию, особенно те, кто уехали с России в 20-х годах, потому что они уже видели, на что коммунисты способны, что это грабители-убийцы, они это знали, те, кто уехали в 20-х годах, понимаете, и вот это разделение в Америке было абсолютно чудовищным, поэтому даже детей этих родственники брать не хотели, их взял Мейер Пол, который был композитором в Голливуде, вырастил их, вот, и они эту фамилию так и носили, Мейер Пол, и вы знаете, надо сказать, что он абсолютно не просто коммунист, а человек, который ненавидит и Америку, и Израиль, вот, и когда я с ним говорила, я говорю, ну как же вот там то-сё, он говорит, вот у меня моя дочь, а дочка его всего-навсего тоже юрист, и она в этот момент судила всего-навсего NSA, то есть она судила не в этот момент, чуть раньше, National Security Administration, она судила за то, что та подслушивала их разговоры, ее интервью, в тюрьме она была лойером Аль-Каиды, мусульман, которые хотят уничтожить Америку, более того, они после этого вдвоем поехали на выступать перед Middle Eastern Children Alliance, это организация самая антиизраильская в Америке, а когда она судила американское правительство, National Security Administration, за то, что та подслушивала разговоры в тюрьме террористов, мусульманских, как вам нравится эта девушка, так ее поддерживала Каир, это знаете, Council of America Islamic Relations, это такая скрытая происламская террористическая организация на территории Америки, довольно крупная и богатая, то есть, понимаете, я к нему подошла, я послушала все это, послушала и говорю, вы знаете, ваши родители предали Америку, Соединенные Штаты, а ваша вся семья, вы и ваши дети, они предают еврейский народ, я ему прямо это в лицо сказала про остальных людей, вот и все, и вы знаете, вот есть люди, у которых это какая-то болезнь просто, и что я могу вам сказать, что очень тяжело, очень страшно, но во всяком случае, вот этот день 19 июня, день казни Розенбергов, я думаю, что все евреи должны очень серьезно задуматься о самих себе, о том, во что они верят, о том, кто их родственники, во что верят их дети, во что верят их родственники, потому что вот это казнь, это очень важный момент в истории американского, и не только американского, вообще это очень важный момент в истории российского, в том числе еврейства, и вот тут я опять возвращаюсь к воизлюбленной теме, что вы помните, что в Библии сказано, что Господь говорит евреям, которые от него отвернутся, что будут наказаны не только они, но и их дети до четвертого поколения, вот мы сегодня, и, к сожалению, наши дети, мы это наказание хлебаем, потому что наши дедушки и прадедушки отвернулись от Всевышнего и пошли в эту ересь коммунизма, и даже то, что сегодня происходит в Америке, и то, что мы еще получим, а это еще только начало, я, знаете, я отношусь, знаете, если анекдот про оптимистов и пессимистов, пессимист говорит, что хуже быть не может, а оптимист говорит, нет, может, так вот я отношусь к таким оптимистам, понимаете, потому что то, что сегодня пот, в общем-то, на уськаные, как это не смешно, часто американскими коммунистами в этих миде, черные громят, как они громили в России, там они были не черные, они были белые, там были белые рабы, здесь они черные, вся разница, вот это, вот надо, чтобы эти громилы пришли к ним в дом, чтобы они их били, вот тогда они, только тогда на них что-то начинает доходить, я услышала много таких историй, как один левый-левый либерал, когда он застрял на мосту Golden Gate Bridge, где BLM там устроило представление, остановило все движение, черные бегали по крышам машины, там били стекла в машинах, он за три часа, пока он стоял на этом мосту Golden Gate, он абсолютно конвертировался из либералов консерватора, понимаете, вот им всем нужно по такому, так сказать, небольшому стоянию на мосту дать, хотя бы один раз, вот тогда они начинают что-то понимать, вот, и собственно говоря, вот я призываю к тому, чтобы мы все думали, и опять же, я только вернулась из своей семьи, где абсолютно там младшее поколение, частично, совершенно промытыми мозгами, ну там есть диплом из Бёркли, а Бёркли, это вообще-то не университет, это диагноз, коммунизм хуже Кремля, прибрежными, вот, и там этот Райх знаменитый преподает, который обамовский был экономист, вообще тоже коммунист, вот, и я могу только одно сказать, что мы все равно должны говорить, мы должны говорить, даже рискуя разрывом отношений, это то, что я делаю, понимаете, и я всем это прошу вас, не бойтесь своих детей, не надо их бояться, потому что лучше им сказать, пускай они на вас разозлятся, но постепенно до них это дойдет, они переспят с тем, что вы сказали, и может быть начнет это доходить, объясняйте им, что коммунизм это страшно, сегодня даже, сейчас даже губернатор Десанти, слава тебе Господи, подписал указ о том, что сейчас в школах будут преподавать ужасы коммунизма, я готова пойти бесплатно преподавать там, понимаете, потому что это то, что ни одна религия в мире, ни одна, не уничтожила столько миллионов людей, сколько уничтожил коммунизм во всех странах, ни одна, понимаете, я как журналист общалась с людьми из Вьетнама, страшные истории, то есть если рассказывать то, что мне вьетнамцы рассказывали, там врачи, которые бежали на отлых судах, их там пираты ловили в море, и забирали жен, насиловали у них на глазах, и забирали вообще, они больше никогда ни жен, ни дочерей не видели, просто пираты похищали, и о том, как люди сидели в джунглях по три года, и там одна женщина, у нее на глазах мужу голову отрубили, я такое наслушалась, что вам даже не представить, понимаете, то есть то, что коммунизм натворил в этом мире, нигде, ничего, ни одна самая страшная религия ничего не натворила, и в каких масштабах, вот что весь ужас, ужас в масштабах еще, потому что эта религия распространяется через мидия, и вот мидия это самое страшное, понимаете, вот с ними надо иметь дело, но делаем, что можем, то, что в наших силах, вот так что, спасибо за внимание, я, как говорится, свою проповедь, в этот момент уже буду заканчивать, потому что я должна идти на работу. Спасибо огромное, Татьяна. Спасибо. Ну и при том, что вы загружены, я знаю, сейчас это не помешает, если вдруг кто-то из наших слушателей решит посетить ваши края, и, так сказать, вы можете предоставить возможность познакомиться поподробнее с Калифорнией, с местами какими-то уникальными. Вы знаете, я так счастлива, что я начала работать, вы даже себе представить не можете, потому что я люблю экскурсии, я люблю это чувство. Вы знаете, в Сан-Франциско там ведь безумно красивая природа, там пригороды, вы едете, эти заливы, эти виды с холмов, ну вы знаете, ну нигде такого нет, понимаете, это фантастическая природа, и вот самое главное, что это уникальное место, где стекаются три разные климатические зоны. С одной стороны, это винная долина, это жаркий климат, где растет виноград. С другой стороны, это Мейер-Вудсет, национальный парк секвойных деревьев, где самые высокие деревья в мире, потому что там на каком-то участке вот останавливается туман, и эта влажность дает возможность им расти, нигде такого тоже нет. С третьей стороны, это Сан-Франциско, который имеет уникальный климат, нигде такого тоже нет, только 46 квадратных миль. Вы понимаете, что в Сан-Франциско один климат, а в 20 милях в аэропорту, какой 20? В 15 даже, в аэропорту совершенно другой климат, даже говоря, тут погода в Сан-Франциско такая, в аэропорту другая. Я иногда еду из Виной долины, вы знаете, там 35 градусов по Цельсию, а в Сан-Франциско 17 градусов по Цельсию, и это 15 минут езды, понимаете? То есть вот этот перепад этих климатических зон, перепад вообще ландшафта совершенно невероятный. Ну и плюс к этому небольшая силиконовая долина, где создано абсолютно все, чем мы сегодня пользуемся, и чем 21 век отличается от 20-го. Мобильные телефоны, компьютеры, сканеры, браузинг, то, что мы можем заказать, не знаете, билет, самолет сидя на компьютере, не вставая с дивана, все эти дейтабейзи, это компания Oracle. Вот я делаю экскурсию по Силиконовой долине, и тому, что начала эту Силиконовую долину, это Стэнфордский университет. Самый интересный университет, сегодня первый по ранкингу университет в Америке. Так что приезжайте, милости прошу, на мои экскурсии. Меня можно найти очень просто. Это travelart.center, мой веб-сайт. Travel как путешествие, арт, искусство, travelart, одно слово, .center. Или мой имейл, travelart.hotmail.com. Вот, оно на худой конец, уже можно воспользоваться 19 века, скажем так, методом. Это телефон, 415-566-6308. 415-566-6308. Только не рассчитывайте, что я возьму трубку. Я все время на работе, я прихожу вечером, снимаю трубку, и оставляйте месседж. Я вам отзвоню. И буду постараться не звонить вам по восточному времени. С учетом разницы во времени, да. Да. Так что большое спасибо за внимание. Хочу вас видеть на своих экскурсиях. Всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»